На пляже ажиотаз, что на выходные, что в будние дни. Одессу уже заполонили туристы, но местных тоже немало. Дети плещутся в воде, а родители в это время лежат под солнцем. Мода на бронзовый загар не проходит уже несколько десятилетий. Мы решили узнать, какие меры безопасности знают и соблюдают горожане на пляже. На солнце вообще до 11 обычно. А на солнце, когда загораете? Ну не больше часа. Мы были два с половиной часа. А почему не больше? Не больше, потому что уже солнце ядреное. Нужно шестоваться на солнце. А почему вы с вами пользуетесь на солнце, когда лежите? Сейчас покажу. У меня тут где-то он в кармане. Пожалуйста. Мы стараемся до обеда. Максимум с 9 до 11. Зачастую одесситы о вреде дневного солнца знают и стараются до полудня уйти с пляжа. Вопреки этому приезжие, видимо, считают, что чем жарче, тем быстрее можно обрести желанный оттенок кожи. Мы пришли на пляж после часа дня и увидели толпы людей. Ага, а сейчас тогда вот такой солнцикл, а как охраняете свою кожу? Ну так, открываясь наушку и все. Не пользуетесь лицами защитной? Мне тут солнце не шкодит ничего. Неприятно. А какими средствами вы себя защищаете от солнечного воздействия? Ни-якими. Медики предупреждают, что около воды вероятность получить ожоги тела значительно выше. Поэтому необходимо использовать защитные кремы и до, и во время, и после загара. Надевать кепку, очки, а также загорать в определенное время суток. На пляж лучше ходить либо до 10, либо после 17. Потому что именно в этот период времени солнце наиболее активно, ярко. Причем людям со светлой кожей нужно максимально сократить время пребывания на санцепеке. Они наиболее чувствительны к ультрафиолету. Это касается также детей и людей с родинками на теле. Людей, у которых есть вот эти вот родимые пятна, родинки, невусы, им стоит меньше получать вот этого ультрафиолета. Если постоянно, регулярно получать такое облучение, то доброкачественное образование на коже может перерасти в злокачественное. Загар влечет за собой сухость и раннее старение кожи, а также обезвоживает организм. Также отмечу, даже нескольких минут нахождения на жаре достаточно, чтобы получить тепловой или солнечный удар. Тошнота, головокружение, покраснение кожи и даже потеря сознания – это основные симптомы. В таком случае необходимо переместить пострадавшего в тень, приложить к колбу холодную ткань и напоить водой. Ирина Щеглова, Юрий Шинкаренко, Телеканал Репортер.